Белой рубахе, но ты его как-то вычисляешь. Да, кошелек никуда не помещается такой, вот он весь серьезный, да, ну не знаю. Вот удивительное было раньше изобретение барсетка. Сейчас уже не модно, а они мучаются, думают, ну, эти такие открывают женские кошельки, себе покупают. Видели, да? Там вот это карты у них, там деньги так ровненько расположены. Все, но почему бы вычислили, что там этот человек, ну вот занимается чем-то? И в то же время мы такую работу титаническую, позвонили уже, да, уже в своем списке, три дня собирались, сделали звонок. Сделали звонок, а он раз и говорит, я готов прийти к нам на встречу. А потом пришли и ложанули всю сделку, он еще не будет слушать вообще ничего. Как сегодня, я уже не помню, кто рассказывал, что не очень такие люди говорят, а, Татьяна Гущина рассказывала, да, что такие сами стремные сестры, все про большие деньги там рассказывают и про все остальное. Вот я пришла в сетевой бизнес не на здоровье. 23 года мало кто приходит на здоровье. Ну это надо либо в семье какая-то, это серьезная ценность, которую тебе родители продвигают, и чтобы ты мог, ну как бы именно на это среагировать. У меня нормальные были желания. Мне там надо бусики, платьица, шубку. Что там еще там, какая 23-летняя голова придумать может? Вот что-то там такое девчачье очень. У меня был отменный символ. Это мой сын трехлетний, и поэтому, ну ладно, и ему тоже, короче, еще ботики там, шортики или что-нибудь еще. То есть вот так, ну на это мне нужны были деньги. Я не из тех условий, когда мне надо было на кусок хлеба зарабатывать. Меня потом жизнь в эти условия поставила. Она говорит, так раз ты ничего не понимаешь, будем воспитывать. Но изначально меня просто покорили люди, которые делали мне предложения. Это было в Кемерово, это было в таком стремном красном уголке. Знаете, это не все, даже сейчас же НЕКС, вы же даже не знаете, что это такое. В некоторых конторах был такой зальчик небольшой, ну, наверное, там или ругали, или хвалили. Там, ну, как красные, там портреты с Лениным еще висели. И вот именно там я впервые услышала об индустрии. Я была влюблена, но не в эти стены, естественно, просто те люди, которые это говорили, они такие были, ну, люкс, то, что можно сказать. Там это очень ухоженная была женщина. Она была такая, как на картине в журнале каком-нибудь. Не столько, ну, там прям не фэшн, да, ну, во-первых, давайте Кемерово, там это была зима, примерно минус 50. Мороз был в тот год, я прям помню это. Но она олицетворяла собой тот бизнес, о котором говорила. Как она говорила, это было отдельной песней, потому что я думаю, не знаю, чем они тут все занимаются, я вот так хочу, как она. И, вы знаете, мне повезло, меня подписали люди, которые совершенно точно знали, что со мной сделать, если я скажу да. Был ли у вас когда-нибудь такой момент, вы уже и красиво нарядились, вот прям уже бизнес-бизнес. И уже пришел человек на встречу и сказал вам, вы провели рандеву уж так, как могли, ладошки потели, но вы все сделали. И он говорит, а я готов разбираться, я готов рассмотреть, я хочу этого большого бизнеса, я хочу денег, карьеры, признания. Что делаем? Он вас спрашивает, и я готов, и. И вы знаете, я миллион раз видела, и сама такой была, когда человек согласился, особенно когда ты новичок. Ой, лучше бы он сказал, нет, ты про себя хуже думаешь. Нет в голове алгоритма, что мы делаем в следующую минуту, нет четкого, ну, четкой схемы. И как бы ты даже заикаться такой начинаешь, ну, типа прям готов, готов ты уже, да? То есть мы даже переспрашиваем там где-то. У меня очень быстро строилась структура, потому что со мной сделали простую вещь. В нашем бизнесе есть пошаговые движения. Есть некие алгоритмы, которые позволяют тебе на первом этапе, ну, как шаблон какой-то видеть, выучить, а на него потом уже и опыт, и, ну, люди разные встречаются. И вы становитесь более заматерелыми, такими смелыми, ну, перестаете там со временем кого-то бояться, кто пришел на встречу и так далее. Но именно простые шаги, пошаговые, позволяют быстро стартануть. Вот Наталья Фонова с Пашей показали, как неприятно медленно садиться, да, вот этот... Я, правда, вот там мы с соседями сидим здесь, мы уже думали, сейчас в планку еще встанем, только серьезная подготовка была. Но мы, кстати, готовы. Не только вы, Наталья, прокачиваете организм свой. Вот, так вот, все, что медленно, это, ну, затяжная история. Я могу вам просто пример привести. Без пошаговых, без быстрых достижений, без пошаговых. Скажите, 300 долларов это много или мало? Ну, кто-то крикнете, что вы, как вы хотите? Абсолютно точно будут полярные ответы. Почему? Если за 5 минут, нормально, много даже, да. Если за 10 лет, ну, вообще ни о чем, растяни эту, да, историю, никак не почувствуешь. То есть у денег и у успеха на самом деле есть скорость. И первые пошаговые шаги, как вы отреагируете на то, как вам человек сказал, я готов. Я готов с тобой за ним. Я хочу этого бизнеса. Зависит и скорость в том числе. Мне очень повезло с наставниками в компании Курл Клаб. Потому что я до этого пришла в компанию, где более жестокие были, жесткие условия. Все мои тренера были абсолютно играющими. Мало того, они были не только играющие тренера, они еще и были такими прям, ну, чемпионами. С высокими амбициями, когда им не нужны были обычные люди. Им нужны были только равные, по силе себе. И они проверяли тестами, ну, как бы ты сдюжишь или ты мешок. А мне-то 23 года, они люди взрослые были. Им всем нужны были, это были мужчины, им нужны были деньги. И я точно знала, что если я соответствовать не буду, не станут они мной заниматься. А преуспевали в офисе в том только те, кто были с ними рядом. Этот закон действует и сейчас. Если вы со своим наставником в полях, например, как Татьяна, да, там Александра увела его в поля, на какие-то там, на холодные контакты, точно так же и... Так фантазия разыгралась, я вам представила, как вы ходите по улицам, вот эти холодные контакты делаете. Вернемся, вернемся, да, к моей теме, значит, точно так же. И здесь только ваш собственный пример, или там, ваше собственное отношение. Короче, мне мои наставники сказали тогда. Нужен темп встреч, составит список и темп встреч. Я не помню, и я не прошла на тот момент никаких школ, обучения или там в Ютубе не могла посмотреть. Не было его, ребята, это было 20 лет назад. Никакого там тебе Ютуба. Книжки сетевой, самоздатные были рукой переписаны и от ксерокопированы до состояния, догадайся, мол, сама что там написано. Ну, такие затертые. Мне сказали, что надо пригласить человека на встречу. Цель звонка — это пригласить. И я не помню, что там я вообще несла поначалу, даже не могу вам воспроизвести. Но мне сказали, что если не будет темпа встреч 10 в день, вот лично тебя я вообще не вижу. У меня такая племянница есть, я ее однажды хотела наказать. Такая тетка приехала, раз в 100 лет она была маленькая. Она у них избалованная такая, Полинка. Ну, а я же везде тренер. Я же что, в сетевом, там, встреч, там, дома, чтобы племянница слушалась. Ну, и она встала из-за стола, так ковырялась, ковырялась в тарелке, плохо так кушала, размазала все по ней. Ну, встала и пошла. Ну, мало того, что не доела, еще и тарелку не забрала. А у нас-то дома, как в армии, там, все, убрал тарелку, помыл, ботинки на место, все там такое вот было. Я говорю, Полина, ты куда пошла-то, тарелку убери за собой. Ну, ей было лет 4-5 там, она не большая, не маленькая. Ну, просто поставите же, не посуду мыть заставляла, как-то тоже могла бы. И она идет дальше. У нее такая длинная была вытянутая комната, она идет дальше. Говорю, Поля, развернулась, взяла тарелку и поставила в раковину. Она чешет дальше, даже вообще не поворачивается. Я говорю, быстро, развернулась, я сейчас ремень изму. И поставила тарелку в раковину. Она разворачивается, так мне говорит. Вот лично тебя я вообще не слышу. То есть метод там, да, не сработал. И вот я думала, что мои наставники, если я не буду делать то, что надо, скажут мне вот лично тебя, мы вообще не слышим. И вы знаете, я правда не технологично там, не технично была еще в этом вопросе, ну, как новичок. Ну, и опыта никакого такого сильно жизненного, либо профессионального, чтобы я хоть где-то поработала нормально. Ну, я там до этого просто в институте, в деканате работала, ну, как студенты работают, это ерунда. И все равно все получалось. У меня было в голове, что я могу быть с ними, только если я им соответствую. Они мне давали сразу четкие задания, четкие планы. Я все время была на связи, на телефоне, потому что, услышав однажды фразу, надо попасть наставнику в голову, я не представляла себе, да, там, что я вытащила кольца, там, попала в голову. Я понимала, что если я буду все время на плаву с работой, с движением, с вопросами, знаете, каких учителя детей любят больше всего? Вот это там, мама Ивановна, а вот это как я должна сделать? Я таких одноклассников терпеть не могла, конечно, но учителя почему-то вот их любят. А как вот это? А может, какой доклад еще напишу? Ну, короче, я вот так себя вела. Но мои наставники каждый день знали, что со мной делать. У них не было ни на секунду подвиса такого в голове, да, который бы, ну, как-то замешкались они в чем-то. И что касается запуска, они не щадили меня совершенно. Если бы вы знали, или я могла бы вам показать вот такую огромную колбу со слезами, которую я вырвела там с этими наставниками, но они ни разу не повелись на то, чтобы там купить вот эту мою слабость. И потом через год-два, когда у меня быстро появились чеки, я там наподписывала 100 человек людей, у меня дважды эти структуры разваливались в ноль потом, потому что когда ты наподписывал, там непонятно на чем, удержать, ты должен соответствовать. Почему говорят, что если ты деньгам определенным не соответствуешь, они у тебя теряются. И мне скорости не хватало могил прогрессировать под этих взрослых людей, которых я подписывала, прогрессировать с качеством школ, которые надо было уже делать для этих людей. И у меня все там напрочь разваливалось неоднократно. И они все равно ни разу не купили мои вот эти девчачьи уловки. Никогда. Не спрашивали они меня, еду ли я на события, еще что-то. Но я и сама это делала. Я назваливала наставникам и ночью, и днем, и в 50 раз. Не знаю, что они обо мне думали. Даже, ну, думаю всякое. Я успевала со своими четырьмя первыми дистрибьюторами создать темп-стрит 60 человек в день. Они в тубзик сходить не могли, они, наверное, может, они уже не любили меня даже за это. Но это дало увидеть, что от сделанного однозначно есть всегда выхлоп в деньгах. Это быстро показало, что это можно называть бизнесом, причем называть это в своем окружении. Там, где ваши родители, ваши подружки, ваши братья и сестры. Вы же, они же ржут над вами, когда вы 5 лет или 3 года, и говорите, что вы в бизнесе. А отношение как хобби. Ну, хобби затратная часть. Бизнес всегда прибыльным должен быть. Поэтому, что касается запуска, сядьте со своим наставниками. Я сейчас не могу вам продать свою технологию запуска, но если я вижу потенциального человека, я ни за что на свете не упущу. Это в минуту с ним общения у меня будет с ним четкий план. Он примерно первый год будет бежать, уже чеки получать, потом разберется, что это было. У сейчас, у ваших наставников, у всех есть технологии. Я сейчас больше хочу обратиться к тем, кто молод, не так взрослый, как мы. Кто молод, кто совсем недавно пришел, кто прям next кто. Вот к ним. Будьте рядом с наставником, у него 100% есть для вас механизм. Побудьте с ним рядом в этот первый год, когда нужно ужинки и прыжки его запечатлеть. Когда надо посмотреть, на чем он больше всего эффективен. Когда надо увидеть его реакции на различные возражения. То есть, как Анатолий реагировал? Ну, как бог просто, да? Когда вот это срисовал, потом появится свой стиль, появятся свои ужинки и прыжки, которые уже будут там и эффективными, и стильными, и уже вас будут копировать ваши команды, ваши люди и так далее. Что вам хочу сказать по поводу запуска? Даже ближайшее событие, и за день до события подписанный человек может стать на событии вашим партнером. Это тоже один из самых крутейших способов запуска человека. Вы когда едете с малознакомым, недавно подписанным дистрибьютором на события, вы малознакомые люди. Обратно вы приезжаете с партнером. И все то, что вы бы говорили ему без остановки там три дня, здесь говорят разные люди, с разной энергетикой, с разными. Вы думаете, меня там все любят, есть такие люди. О, опять Бандурина выступает пошла. Вот такие есть. Ну а есть кто любит, кто ждет там. Потому что мы по-разному слышим друг друга. Лиз, тебе скажи, кто эти люди? А я вот, да, я все увидела. Списал на карандаш. Я вообще такой задачи не ставлю, чтобы сильно вам нравиться. Но если бы хоть кто-то из вас увидел меня в начальной версии сетевика в 23 года, у вас сейчас у каждого произошел супер прорыв внутри себя. Вы сказали, если это смогла, я сто процентов сделаю круче. Потому что ни слова на сцене, ни слова в телефоне, ни, ой, боже, что-то я на рандеву несла. Это даже, ну не могу вам пересказать, а то мне рейтинги понизят. Но тем не менее, я старалась, мне хотелось этих результатов, и у меня получилось. Да, сегодня не может меня смутить аудитория большая. Это может быть, хотя в прошлый раз я запсиховала, вот с Александром Подхомутниковым мы так решили. Я говорю, я перед таким маленьким коллективом выступать не хочу. Давай, говорю, в два раза больше соберем. Вот он меня поддержал, короче, вот в два раза больше, чем в прошлый раз. А в августе... Я вот прям вперед, я ничего хорошего не делаю тут на этой сцене. Я хочу, у меня сейчас заказ есть. Давайте человек хотя бы тысячу соберем. Давайте запустим еще больше разных выступающих, энергетики, наших кайфов. Там я не знаю, конечно, Александр, сколько вам бумажек нарезать придется для нашей вечеринки в августе, но мы на это можем повлиять. Я в прошлый раз была на Нексте, когда решила, думаю, привезу в следующий раз. В 30 раз больше людей, чем вот в этот. И у меня все получилось. Со мной примерно миллион из 30 человек. Я одна была. И я им полгода рассказывала, не могла продать, как здесь было круто, потому что самое лучшее было бы им просто это все показать. И я считаю Некст одной из самых крутых платформ для продвижения бизнеса именно через молодых и через амбициозных людей. Я считаю, что Некст это самое стелёжное событие от компании Коралл Клаб, где бы оно ни проводилось, в Киеве или в Москве. И я считаю, что Александр Подпорин сделал одну большую вещь, в которую лично я никогда не верила. Я считала, что с молодежью работать не надо. У них даже бабок нет нормально, детокс купить. Я сейчас каюсь, Александр, признаюсь себе в любви за это событие. Наталья, нет. Ольга Валентина, в номере я встану. Здесь хорошая атмосфера. Не надо вот это... Ой, так хочется такое слово сказать, не буду. Ладно, расскажу вам ещё анекдот, чтобы вы понимали, что всему есть своё время, и чтобы вы услышали, что его упускать ни к чему. Встречаются два профессора, таких уже заматерелых в ВУЗе, в таком старинном, с традициями, с классическими. Ну, один к другому подходит и говорит, Иван Иванович, ну что, как вы всё ещё студенточками балуетесь? Он говорит, да не, надобность отпала. Он говорит, ну что? А моя ещё на месте. Всему своё время. Не надо ждать, когда уже надобность отпадёт. Сетевой, энергичный бизнес надо привозить вовремя, когда под это работает огромное количество профессионалов, когда под это работает там оргкомитет, который... Ну, я не знаю, мы-то сколько телефонных разговоров провели, когда люди душой болеют, чтобы каждому, каждому сидящему в зале, именно его тронуло. Даже темы подбираем, когда мы там... А вот как новичок, он вот так же думает, он, наверное, сейчас вот этого хочет. То есть это колоссальный, такой синергический общий труд. Но больше всего я вам хочу пожелать, чтобы вы тусили с организаторами, сами писали эти сценарии, с Александром Подхомутником, под Порином, с Таней Бориловым. Я вам... Потому что вы непременно будете это делать, если вы возите людей, если вы развиваетесь и вы растёте. Запускайте своих новых людей. А я желаю встретиться нам на августовском событии, в нормальном, приличном составе. Ну, будем жечь, будем жечь по-взрослому. Спасибо большое!